всем привет с вами спл и сегодня мы рассмотрим с вами такой вопрос как скраб на кваде на моих трансляциях недавнее время возникали вопросы у зрителей ведь я иногда говорю что лычкованному кваду ни в коем случае нельзя поднимать скраб и давайте же сейчас попробуем разобраться с этим вопросом почему же это так ведь и вправду существует такой баг в игре точнее даже боговное взаимодействие бонусов скраба и лычек я подробно в эту механику не вникал но что-то в стиле скраб увеличивает скорострельность но почему-то уменьшает урон вероятно разработчики не подразумевали собственно этого лычка также увеличивает и урон и скорострельность и насколько я помню кто-то говорил что разработчики также понаписали лишних бонусов лычки соответственно в общем то это распространенная практика там у композит армора также лишнего всего по написано но это уже другая история лучше не берите вообще все это в голову и сейчас я просто проведу парочку экспериментов и вы все увидите собственно на практике и поймете сами для начала давайте посмотрим сравним урон клада обычного со скрабом лычкованного также со скрабом 2-х лычкованного со скрабом и 3-х лычкованного ну как можем видеть тут вроде как все последовательно и логично 3-х лычкованный квад самый сильный и квад без лычек совсем самый слабый но прошу обратить внимание на то что разница в была очень маленькая ну в общем то неважно 3-х лычкованный квад сильнее 2-х лычкованного и так далее это принципе все понятно все нормально но самое интересное заключается не в этом и давайте же перейдем к следующим экспериментом эксперимент номер два в котором мы уже как раз посмотрим на разницу между квада со скрабом и квада без скраба также посмотрим на лычкованного квада и квада с одной лычкой и одним скрабом и вот здесь уже у нас начинаются самые интересные вещи квад с одной лычкой и без скраба уничтожает фаербейс быстрее квада с лычкой и со скрабом также прошу заметить насколько медленно самый обычный квад уничтожает фаербейс поэтому я не говорю что скраб лычкованные квады ни в коем случае нельзя скрабить а квады без скрабов без лычек точнее обязательно нужно скрабить потому что разница в уроне была колоссальная разница между допустим скрабленным квадом и скрабленным и лычкованным квадом ну или допустим даже тем же лычкованным просто квадом такая большая как разница между вот этим будь самым обычным квадом и квадом со скрабом ситуация с тремя лычкованными и двумя лычкованными квадами аналогичная квады без скрабов уничтожают наши фаербейсы наши подопытные фаербейсы быстрее ну и наверняка на протяжении этого видео у вас возник вопрос почему же я не рассматриваю квады с двумя скрабами и на самом деле тут ответ такой разницы между одним скрабом и двумя скрабами нету никакой разницы в общем то неважно с лычками у вас квады или без разницы в уроне нету абсолютно никакой поэтому если у вас большая группа квадов собралась а там много скрабов предстоит собрать ради экономия конечно же скрабить всех по одному разу ну конечно если вдруг вы скрабните второй раз ничего никакой катастрофы не произойдет ну зато квад красивее стал ну и вот вроде бы и все вопросы мы разобрали напоследок давайте посмотрим такой уже более фановый эксперимент трех лычкованный квад и полностью навороченный двухскрабленный против всего лишь с одной лычкой ватт и также как напоминание еще раз сравнение обычного квада и квада с одним скрабом смотрите в чем прикол тут с одной лычкой квад даже быстрее уничтожил фаербейс чем самый крутой трех лучкованный с двумя скрабами ну и может возникнуть у вас ошибочное мнение о том что квады вообще теперь ни в коем случае нельзя скрабить нет вот пожалуйста напоминание квад без скрабов против квада со скрабом почти в два раза медленнее уничтожает два раза почти в два раза меньше урона наносит поэтому обязательно надо скрабить но если конечно же у вас квад получил лычку вот его уже ни в коем случае не скрабить вот такой вот у нас получился глобальный эксперимент с квадами ну а на этом наши эксперименты подходят концу вроде как более-менее разобрались теперь с механикой скрабов лычек на квадах и как вывод как итог можно сделать вот такой вот у нас самый обычный квад без всяких страпов но с тремя лычками самая сильнейшая модификация квада очень много урона наносит хотелось бы конечно видеть в наших рядах исключительно такие квады но зачастую дело то в том что более сильные квады становятся именно скрабленные если рассматривать ситуацию когда у нас группа квадов без лычек и соответственно вероятность того что они будут добивать врагов и получать лычки достаточно велика но если вдруг у вас конечно же появляется обычный квад с лычкой и ни в коем случае его не скрабить и сказать конечно что это знание какое-то сильно важное решающее после которого вы начнете тащить просто все игры но за решать конечно же где-то может а что такие дела если вы находите на это видео познавательным обязательно конечно не пожалеете поставить лайк и конечно подписывайтесь на канал если хотите не пропустить не пропускать новые обучающие видео также стримы мои ну и собственно все всем пока